Здравствуйте, друзья! Сегодня мы расскажем вам о Дне Святого Патрика и покажем, как этот праздник прошел у нас в Ньюре, в Северной Ирландии. Отмечают День Святого Патрика 17 марта. Патрик был апостолом, крестителем, просветителем Ирландии, живым в V веке, то есть это и православный, и католический святой одновременно. Жил он до разделения церквей. Празднуют День Святого Патрика на сегодня не только в Ирландии, но и в Америке, в Канаде, где очень большие общины ирландские есть, но и вообще по всей Европе и даже до недавнего времени в России. Вот только вкладывают в этот день каждый свое, пожалуй. Мы же расскажем вам о том, как празднуют и что вкладывают в День Святого Патрика ирландцы именно здесь, в Ирландии. То есть чем этот праздник на самом деле является и должен являться для людей. Утром по всей Ирландии, во всех католических храмах идут торжественные месы в честь праздника, в честь Дня Святого Патрика. У нас в Ньюрии знаменитый католический собор святых Патрика и Колмана, построенный в 1829 году после захвата Ирландии англичанами и запрета строить католические храмы после репрессии и гонений. Это был первый католический собор на территории вообще всего нашего острова, который было разрешено построить в 1829 году. Невероятно красивый храм. И вот здесь в День Святого Патрика шла меса на ирландском языке. Однако День Святого Патрика празднуют вовсе не только одни католики. Наш календарь от нашего архиепископата, епископ Никита, который расположен как раз в Лондоне. И вот здесь всех святых островов британских. Это православные святые первого тысячелетия, в том числе Святого Эйдона, 31 августа, Албан, первомучленник британский, 22 июня, Давид из Уэйлса, а вот Колумба. И также видите, вот Святой Патрик, просветитель ирландский, 17 марта. Так что у нас есть и приходы в честь него, и, конечно, совершают там литургии. У нас в Ньюре нет постоянного православного храма. У нас есть небольшой приход. Священник только приезжает к нам служить раз в месяц сюда. И вот поэтому в День Святого Патрика у нас службы не было. Но мы посмотрели, как молятся наши братья-католики. Вообще удивительно, что целый остров, целая нация, даже если они живут в других странах, не мыслят своей народности, своей национальной самоидентификации без Святого Патрика. Без Святого, который научил их народ веровать во Святую Троицу, который крестил их, который привел их к Христу. И даже те ирландцы, которые не ходят, которые не были сегодня ни в одном из храмов Ньюри на богослужении, которые вообще скажут вам со свойственным чувством юмора, что День Святого Патрика – а, это возможность погулять с друзьями и выпить пиво. Даже они в школе учили про Святого Патрика. Очень может быть, что дома у них даже на стене висит молитва Святого Патрика. Ну и уж кем он был и какую роль сыграл в истории их острова, они знают точно. Поэтому ирландский национализм неотделим от Святого Патрика. Это то, что мы поняли и окончательно увидели вот в этот день, в Ньюри, 17 марта. Ну а пока мы видим с вами Мессу. Люди встают причащаться. Очень, кстати, хорошо всё организовано, очень благоговейно подходят к чаше. Как видите, есть такой старосты храма, вообще похож очень на нашего православного какого-то такого дедушку, типичного, с длинными волосами, с бородой, даже в сапогах. И такие старосты, они помогают всем не спеша подойти. Видите, каждый ждёт свой черёд, никто не толкается. Очень много детишек причащалось. Ну а я хочу дать вам послушать, как солистка хора исполняла молитву Святого Патрика. А на экране вы увидите перевод на русский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь находится также соборный район или Cathedral Quarter. Центр города, Hill Street, это как раз та улица, которая ведёт к собору. И именно здесь все торжества будут проходить. Здесь откроется ярмарка и поэтому думаю, что большинство прихожан сейчас не будут отправляться домой, а будут именно на этой ярмарке и потом будут ждать парад в день Святого Патрика. Праздник несёт и религиозный, и народный, но также и очень семейный характер. Можно было бы его даже просто называть праздник семьи. Я столько семейных пар, родителей, дедушки, бабушки, молодые родители, внуки не видел с того момента, когда мы сюда приехали в декабре месяце. Дело в том, что были разные ограничения, был ковид, отменили это всё всего лишь не так давно. И это особо чувствуется сегодня. Это первый день Святого Патрика после два года, когда праздник этот был в принципе отменён. То, что мои дети говорят, что в прошлом году и за прошлом дети просто сами устроили себе этот праздник, несмотря на то, что было запрещено, включали по телефону музыку весёлую и ходили, как бы делали то, что они обычно делают. Но это, конечно, не то. А в этом году все чувствуют, что это всё действительно надо заслужить такого, чтобы люди могли находиться в безопасности, чтобы без каких-то врагов внешних или внутренних отмечать вот этот день. То есть, получается, вот это условное благополучие, никто это не берёт, это как само собой. Эта гармония на самом деле, вот это счастье семейное, это всё очень-очень хрупко. Всё это надо беречь, всё об этом надо ради этой независимости. Действительно, да, и стоит и бороться, и даже полагать свою жизнь за этого. Ещё совсем недавно, в 60-е, 70-е, до 98-го года здесь часто были «troubles», так называемые. Это вооружённые столкновения с жертвами, с ранеными, столкновения между ирландцами и британской армией. Дело в том, что Ирландия уже с 16-го века, начиная всё, борется за свою независимость. В Ирландии есть много людей, большинство людей, которые не хотят быть под британской короной, которые хотят иметь свою независимую страну. Что справедливо, они действительно другой народ, у них другой язык. Хотя сейчас, конечно, они все давно говорят по-английски, но, в принципе, ирландский язык – это их национальный родной язык. И в семьях он, кстати, в отдельных сохраняется, и в школах в некоторых его здесь преподают. Здесь даже есть школы полностью на ирландском языке, где обучение проходит. И, соответственно, вот в 98-м году был подписан мирный договор, кстати, в Страстную пятницу, так что с миром встретили Пасху. И поэтому люди, конечно, очень ценят то, что сейчас никаких препятствий для того, чтобы быть ирландцами, тем, кто хочет быть католиками, тем, кто хочет быть протестантами. Есть и такие ирландцы, которые за независимую республику, но при этом они протестанты. Никаких препятствий нет. Люди могут смело ходить с национальными флагами, петь и говорить на родном ирландском языке, если они хотят. В Ирландии своя система школьного образования. Здесь также печатаются свои деньги, хотя они тоже называются фунты стерлинги, но это ирландские деньги. И масса других свобод, которыми Ирландия пользуется. И вот это свое существование ирландцы действительно очень высоко ценят. В каждом из городов Ирландии выступают разные ансамбли, группы, более известные, менее известные. Но то, что вообще-то объединяет всех вот этих вот групп в Ирландии, и тут неважно, какой у них музыкальный стиль, это что всегда будут какие-то именно свои самобытные ирландские элементы. Или будет скрипка ирландская, которая очень танцевальная, мелодичная, ритмичная, или дудочка. А иногда даже в самых, что есть, попсовых даже групп, будут обязательно какие-то танцевальные, местные элементы. И это удивительно, потому что это почти нет ни в одной стране мира. То есть если сравнить европейское, французское, шведское, немецкое попса, например, там не будут какие-то местные почти элементы. То есть это исключение. Только если это будет специальная этногруппа. Также стоит иметь в виду, что ирландская музыка сильно повлияла на американская музыка, в том числе на кантри. В кантри есть очень много элементов и ирландских, и шотландских музыкальных приемов. Дело в том, что эмигранты в США, они откуда родом? Много из них были и из Ирландии, и из Шотландии. И, соответственно, та популярная музыка, которая есть в Америке, берет очень много и в духе, и в интонационности, и в это ощущение свободы именно от Ирландии. Поэтому местные ирландцы очень-очень любят и уважают своих местных музыкантов и всегда как бы гордятся, что ирландская музыка известна по всему миру. Музыкальных площадок было несколько. Нам очень понравилось вот это, где выступал этнический какой-то ансамбль. Интересные шапки, плетеные корзинки на головах у музыкантов – это шапки древних друидов. Вы видите танцующих детей. Это никем не организованные дети. Это просто доказывает, что в Ирландии каждая девочка обязательно хоть какой-то период своей жизни занимается ирландскими танцами. Кружки эти здесь стоят копейки, здесь их очень много. Поэтому все ирландские девчонки скачут и прыгают, выделывая ногами всевозможные штуки на всякий лад. Ну, естественно, первое, что я всегда вспоминаю – это американский степ-данс. Сейчас мы знаем американских степистов, которые доходили до виртуознейших совершенно вещей. Так вот, все это произошло от ирландского национального танца. И, кстати, ирландские танцевальные коллективы, такие как, например, Riverdance и другие, тоже удивляют невероятной работой танцоров, когда ноги мелькают с такой скоростью, что даже невозможно понять, как вообще человек может так ловко и так ритмично ими выстукивать. И, конечно, это дело страшно заразительное. Наши девочки тоже уже занимаются, через годик, на будущий год, наверное, тоже будут участвовать в параде. Или, может быть, просто захотят вот так же попрыгать и поскакать. Кстати, девчонки вот так прыгают и скачут здесь, иногда просто стоя в очереди с мамой где-нибудь в магазине или на автобусной остановке. Видимо, вот эта работа ног – такое классное дело, что хочется ее все время-все время повторять. Ну и, конечно, какая ярмарка без сладостей. Когда вокруг такое количество детей, естественно, что обязательно нужны ларечки со всякими вкусностями. Пончики изумительные, маленькие, вкусные, недорогие. В принципе, цены все очень такие демократичные, доступные, скажем так. Хочу еще объяснить одну важную вещь. Вот вы сейчас видите типичный такой вот европейский город. Рассказывают это в основном тем, кто не живет в Европе, естественно. Вот в Европе обычно семейные люди не живут в столицах. То есть если вы хотите увидеть, кто такие французы или немцы, или англичане, не нужно ориентироваться на Лондон, Париж или Берлин. Столицы, они дорогие. В столицах жилье стоит дорого. В столицах шумно, тесно. И чаще всего все-таки люди стараются семейные жить в пригородах. Или в маленьких городах, деревеньках, которые находятся неподалеку от городов больших. Хотя наш город Ньюри и считается большим. Это, в принципе, столица графства Дау. Но живет здесь всего 34 тысячи человек. Но, как вы понимаете, город совсем маленький. Рядом с нами два более крупных города. Это Белфаст и Дублин. Но и вот Ньюри как раз типичный такой семейный город. Вокруг Ньюри еще есть очень много деревенек и более маленьких городочков. И вот как раз тут-то и живут люди, когда уже женятся, рождают деток, покупают дома. И вот поэтому на улицах такое количество детей. Здесь очень много многодетных семей, поскольку Ньюри – город католический. Вот практически у всех одноклассников, например, моих детей, ну, большинства больше, чем трое братиков-сестренок дома. То есть семья пять, шесть детей – это совершенно здесь нормально. Ну а вот знаменитые каменные карамельки. Так они называются – hard rock candy. На самом деле они довольно мягкие и всевозможные вкусы. Около меня стоял мальчик с папой, они минут 15 обсуждали, выбирали. Здесь есть и взрослые вкусы, но все это безалкогольное. Но вкус, да, привкус какой-то к алкоголю может чуть быть. Ну и детские. В общем, купили мы шапки, наелись мы карамелек и пошли мы смотреть парад. Надо вам сказать, что, как нам потом рассказали местные знакомые, в этом году было беспрецедентное количество людей, которые пришли парад посмотреть. Видимо, были не только наши местные жители Ньюри, но и приехали даже из соседних городков, потому что не в каждом городке маленько. В маленьких городках не во всех есть парады все-таки такие интересные, да. И вот после ковида два года же ничего не было, и вот приехали, наверное, все, кто могли, за всех окрестных деревень, были буквально тысячи людей на улице. Ни одного пьяного мы не видели. Вот даже с пивом хотела вам что-нибудь такое колоритное снять, но не нашла. И, конечно, никаких людей в странных нетрадиционной ориентации нарядах тоже не было. Вот так все выглядело, как вы видите, собственно, сейчас. В основном дети, дети, мороженое, коляски, шарики, шапочки, вот такого, в таком стиле. В параде, как я вам уже говорила, участвовать могут все. И нам очень хотелось занять хорошее место, чтобы посмотреть, как следует. Мы в этом году не участвовали в параде, только снимали и смотрели, были зрителями. На будущий год наверняка постараемся поучаствовать. И вот мы выбрали Sugar Island, сахарный остров. Это такое место у нас в городе, откуда как бы дороги пересекаются. И нам показалось, что это очень хорошая точка. Парад долго не начинался. За это время уже успел даже пойти дождик, что абсолютно не смутило людей. Все остались на своих местах. Потом выглянуло солнце, и даже появилась радуга. Сейчас покажу ее. Ну, если честно, я с детства не люблю такие массовочные мероприятия, парады. Это меня особо не радует, и мне это не нравится, и это никогда не нравилось ни в Израиле, и вообще нигде. Однако могу сказать на удивление, что хоть все здесь тоже в таком популярном духе, народное такое веселье, радость, очень много людей. То, что я, в принципе, обычно не так люблю. Но, тем не менее, как-то здесь это лежит на сердце. Это как-то смотрится естественно, выглядит к месту. И, как ни странно, мне даже было радостно участвовать в этом большом празднике. В празднике всех городов Ирландии, в празднике Нюрии. Особенно, тем более, что это было после нескольких лет, когда этого всего не было. И действительно важно, чтобы детям было интересно не только смотреть на этот парад, но также участвовать. И то, что мы видим, это что люди здесь, кроме их работы, кроме их основной, скажем, учебы, есть еще и творческая, как бы, часть в их жизни. У кого-то это всего лишь хобби, у кого-то это кружок, но это, в принципе, не менее важно, чем работать, чем учиться. Чем ходить, молиться в храме. То есть, подумайте, как бы, какая радость, какое счастье это, когда ты можешь просто без проблем вести своего ребенка в школу. Потом вести его на кружок, на музыку, или на танцы, или на что-то еще. И это то, что дает потом, действительно, развивает наше общество. Это то, что развивает наше будущее. Так что, в каком-то смысле, такие парады, это действительно попытка показать самого главного, самого драгоценного. То, что, в принципе, когда бывает, например, горе, беда или война, все это останавливается, все это нарушается, все это не может продолжать. И действительно, мир этот, как мы уже сказали, очень-очень хрупкий. Этот парад также показывает некое такое соединение поколений. Действительно, мы видим здесь и взрослых, и детей, которые имеют хобби. Здесь у нас принято, что даже взрослые люди ходят на какие-то кружки, занятия. Вот, например, кто-то играет на музыкальных инструментах после работы, кто-то танцами занимается, кто-то там спортом каким-то. Или благотворительно ходит в больницы и развлекает детишек в качестве клоуна или еще чего-то. Здесь это очень принято, такая вот общественная деятельность, как мы раньше называли. И вот здесь, в этом параде, действительно, все участвуют, и маленькие, и большие. И цель его – порадовать окружающих, показать что-то, что хочется тебе показать. Какой-то диво, или какой-то навык, или какой-то красивый костюм. Или порадовать деток какими-то сказочными персонажами, удивить каким-то своим талантом музыкальным или еще каким-то. И также, конечно, гордость городов. Несут такие плакаты, на которых написано название города, название организации, которую они представляют. И здесь есть и общественные организации, и спортивные, и музыкальные школы. Даже вот одна школа шла со своими учениками. То есть, в принципе, каждый, что хочет, то и приносит на радость людям. Вот такое у нас создалось впечатление от этого парада. И мы хотим немножко дать вам сейчас несколько минут просто посмотреть на этот праздник, как будто погрузиться в него, что ли, да, без наших даже комментариев. Ну, а мы с вами прощаемся. Надеемся, что сможем по-прежнему выходить в эфир как можно чаще. И желаем вам и вашим семьям всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok